Друзья, день добрый. Приветствуем вас на марафоне. Сегодня у нас очередной выпуск. Марафон «Как вести бизнес сегодня?» Мы говорим на разные темы для того, чтобы понять, как сориентироваться сейчас, что делать управленцу, собственнику, руководителю отдела продаж, человеку, который влияет на бизнес, и мы рассматриваем разные его аспекты. Приветствую вас сегодня с нами. С нами сегодня не только один спикер. Мы будем говорить сегодня про финансы. Я сейчас маленькое интро сделаю и Ларису представлю уже чуть-чуть подробнее. Итак, друзья, чуть-чуть про то, что мы сегодня будем делать. Я думаю, что если вы не первый раз с нами, то примерно понятно, о чем мы. Мы будем сегодня с вами полтора часа в эфире, разобьем эфир на две части и будем говорить про финансы, про то, как ими управлять, и будем говорить про оптимизацию. Что можно сейчас сделать, чтобы с финансами, с финансовой точки зрения, уж простите за технологию, было нам попроще. Мы будем говорить про непосредственно управление денежными потоками и будем говорить про управление процессами, которые точно так же влияют. Я во второй части попробую показать, как оптимизация процессов точно так же может хорошо сказаться на финансовой стороне вашего вопроса. Итак, у нас есть с вами чат, в котором можно общаться друг с другом, можно задавать вопросы спикерам, можно говорить про Bitrix24. В чате у нас сегодня работают наши опытные партнеры-интеграторы, которые на вопросы про Bitrix24 сразу же будут отвечать. А вопросы спикерам точно так же оставляйте здесь. Мы либо в конце блока каждого по презентации будем рассказывать, отвечать на вопросы, либо будем сразу же подхватывать, а может быть в конце. В общем, будем ориентироваться по ситуации. Так, тема у нас сегодня важная очень, очень непростая, как это обычно бывает, потому что к продажам подойти легко, там вроде бы все кажется простым на первый взгляд, а вот в финансах на первый взгляд не кажется простым. Мы поэтому хотим об этом говорить легко. И сами мы про финансы говорить не очень умеем, а вот компания «Нескучные финансы», вот прям по названию понятно, говорить умеет классно, и говорить не в формате семинара для бухгалтера, который с этими финансами работает в учетной системе, нет, а в формате для собственника и для человека, который с этими финансами непосредственно взаимодействует в обычной своей бизнес-жизни, скажем так. С нами сегодня финансовый директор «Нескучных финансов» Лариса Баневич. Лариса, день добрый вам. Здравствуйте. Да, и я вас на ближайший час оставлю вместе с ней для того, чтобы в тему финансов погрузиться. Как всегда, все вопросы здесь, я неподалеку, если нужен. Ясно, да, спасибо. Так, Михаил, подскажите, пожалуйста, презентация мне нужна, чтобы мы могли начать, пока я ее не вижу. Все, вижу презентацию, теперь можем начинать. Всех приветствую еще раз. Сегодня мы поговорим с вами про бюджет на 23-й год. Давайте начнем сначала, да, и познакомимся. Меня зовут Баневич Лариса, я финансовый директор в компании «Нескучные финансы». В сфере финансов работы уже больше 10 лет. На текущий момент являюсь руководителем подразделения внутри компании и веду уже больше 30 финансовых директоров внутри подразделения и больше 80 клиентов. Также являюсь куратором на различных финансовых разборах, практикум для предпринимателей и рассказываю про финансы ясно и понятно, кратко, без лишней, ненужной информации для собственников, потому что много информации о финансах нужна для исполнителей. Также являюсь автором статей на таких, скажем, платформах, как «Финькофф Бизнес», может быть, слышали «Бизнес-секреты», «РБК ПРО», «Журнал «Генеральный директор»» и другие источники, где можно почитать статьи про финансы тоже понятным, ясным, легким языком для, скажем так, людей, которые не погружены в тему финансов настолько глубоко, как финансисты. Итак, с чего начнем? Время у нас примерно час с вами, да, вопросы я буду читать по блокам. У нас сегодня с вами три основных блока. В первую очередь мы сегодня поговорим про то, как управлять финансами в условиях кризиса, да, как кризис проявляется в компании, что в компании делать в тех или иных случаях, какие инструменты, посмотрим примеры этих инструментов. Потом проговорим с вами про сам бюджет, как его составлять, основные, скажем так, концепты для составления. И тоже посмотрим с вами примеры. И дальше поговорим с вами про инструмент оптимизации расходов. Если сегодня нет никакой отчетности в компании, так тоже бывает, особенно когда компания начинающая, да, с чего начать, как подойти к оптимизации, если понимаете, что на 23-й год нужно заходить с этого, да. Там тоже, да, инструмент, которым вы сможете потом воспользоваться, забрать с собой и им поработать уже внутри компании. Ну и в конце отвечу тоже на ваши вопросы. После каждого блока я буду останавливаться, смотреть в чат. Если эти вопросы будут, будем отвечать. Ну, в общем-то, можем начинать. Если все, как говорится, принято, поставьте плюс и будем начинать. Все хорошо со звуком, отлично. Все хорошо. Так, спасибо, да, за плюсы. Все вижу. Начинаем тогда. Итак, первый наш блог про кризис. Кризис. В чем он может проявляться? Три таких аспекта. Это нехватка денег, когда у нас хронический кассовый разрыв в компании и нет денег на выплату зарплаты, на своевременное погашение. Это могут быть убытки, когда компания убыточная. И все сразу. Почему я разделяю на две сущности? Нехватка денег и убытки. Это разные вещи, и они могут быть не связаны. У очень прибыльной компании может быть хронический кассовый разрыв, может хронически не хватать денег. И наоборот, у убыточной компании может быть в кассе довольно много денег. За счет чего это возникает? Это возникает из-за эффекта такого оборотного капитала, когда деньги заморожены в запасах. Прибыль есть вроде бы, да, мы обязательства исполнили, посчитали, прибыль есть. Но при этом деньги могут быть заморожены в запасах, деньги могут быть заморожены в дебиторской задолженности, когда очень много людей, очень много клиентов нам должны деньги. И может быть неэффективно использована, не знаю, там, закупка большого количества оборудования. И, например, четвертый вариант, когда может быть в прибыльной компании не хватает денег, когда выводится из компании дивидендов больше, чем компания зарабатывает. То есть мы собираем не свои деньги. Вот из-за чего могут возникать эти проблемы, и мы сейчас о каждой из них поговорим. Первое, давайте разберемся с нехваткой денег. Если в компании на сегодня хронический кассовый разрыв, не хватает денег, что мы делаем? В первую очередь нужно разобраться в причинах, почему эта нехватка денег происходит. Как посмотреть на причину? Давайте посмотрим. То есть проблема может крыться как раз, как я и сказала, в запасах. Тогда мы с вами идем и начинаем наводить порядок запасов. Какие инструменты есть? Есть инструмент учет запасов, который мы просчитываем с вами, смотрим вообще, в чем заморожено, сколько этих запасов, если сегодня не ведется. И проводим, это называется ABCXYZ-анализ, финансисты знают, проводим оптимизацию запасов, делаем так, чтобы продавались только высокооборотные запасы, и надолго деньги не застревали в запасах. Либо делаем какую-то распродажу. В общем-то, надо понять, в чем причина. В первую очередь в запасах, тогда направляем фокус внимания в запасы. Есть ли у нас проблема в дебиторской задолженности? Как посмотреть? Здесь, в первую очередь, нужно оцифровать эту дебиторку, если она есть. Для этого есть инструмент учет дебиторской кредиторской задолженности, где как раз-таки подробно будет описано, сколько кто должен и какие сроки можно вывести. Про инструменты и про их шаблоны, сейчас прервусь на секунду, да, про инструменты, про шаблоны в конце я тоже расскажу, дам все шаблоны, какие я сегодня буду называть, все в конце я их оставлю, вы сможете ими воспользоваться. Так вот, учет дебиторской кредиторской задолженности, про нехватку денег, если возвращаемся, это инструмент, который показывает, сколько нам кто должен, в какие сроки, и если мы понимаем, что нехватка денег связана именно с этим, то, соответственно, направляем фокус внимания в дебиторку, да, прорабатываем, возможно, прикрепляем сотрудникам и так далее. Может сидеть в основных средствах, тогда учет основных средств используем и смотрим туда. В общем-то, в первую очередь так, как выявить, что проблема в чем, да, если совсем нет никакого учета, ну, можно начать с финансовой модели, составить финансовую модель, и в ней будет видна зависимость денежного потока от оборотного капитала. Так, кому-то смешно. Дальше идем с вами про нехватку денег. После того, как мы с вами выявили причину, нам нужно взять деньги под контроль, что мы с вами делаем. В первую очередь составляем отчет о движении денежных средств, как он выглядит. Я сейчас привожу пример отчета о движении денежных средств на сервисе Tableau, его можно ввести в таблице, в 1С, в чем угодно можно ввести. Я привожу пример такой. В чем здесь удобство? Что все подтягивается автоматически, все статьи автоматически могут разноситься, если создавать автоправила. Так вот, смотрим с вами сюда. В чем здесь загвоздка? Мы с вами посмотрели, скажем так, основные статьи, расписали все поступления, расписали все выбытия. С вами видим, скажем так, отчет о движении денежных средств, как он выглядит. Есть остатки на начало, есть денежный поток по операционной деятельности, по инвестиционной и так далее. Чего нужно добиться, когда мы смотрим на отчет о движении денежных средств? Помимо того, что мы его составили, посмотрели, первое, с чем мы работаем, мы работаем, скажем так, с остатком. Нам нужно добиться, чтобы поступлений было больше, чем выбытий по отчету движения денежных средств и работать с ним. Таким образом, мы с вами будем накапливать остаток денежных средств в компании, наращивать его, ну, как, знаете, как в копилке, как в банке, можно так сказать, да, наращивать этот остаток постоянно. Если у нас постоянно будут деньги, поступлений будет больше, чем выбытий, и, соответственно, с остатком нам легче будет работать. Соответственно, мы работаем в первую очередь с отчетом о движении денежных средств. Дальше с вами мы работаем с платежным календарем. Когда мы собрали факт, поняли, что у нас есть проблемы, допустим, мы видим, что мы не держим как раз-таки вот это главное правило, что поступлений должно быть больше, чем выбытий, работаем с платежным календарем. Платежный календарь составляется по той же структуре, что и отчет о движении денежных средств, то есть составляются статьи поступлений, составляются статьи выбытий и расписывается. Платежный календарь составляется в периоде понедельно, и можно его также смотреть в разбивке по дням. Начинать я рекомендую всегда с управления денег, именно с платежного календаря, потому что это такая, скажем, краткосрочная перспектива. Мы с вами смотрим то же самое, какой мы план поставили по поступлениям, какой план поставили по списаниям, и дальше главная работа у нас идет в анализе, где у нас получилось, где не получилось. Платежный календарь позволяет нам заранее увидеть, когда у нас возникнет кассовый разрыв, и предпринимать меры уже заранее. Вот, например, здесь на графике в сервисе Табло видно как раз-таки падение, виден кассовый разрыв, в какой момент он наступает, на какой день, и мы уже сегодня можем это спрогнозировать. Вроде бы инструмент на самом деле простой, платежный календарь, да, составьте, напишите плановые поступления, плановое выбытие, потом посмотрите факт. Но здесь дьявол кроется как раз-таки в деталях, в том, что посмотреть на просто план-факт недостаточно. Во-первых, это нужно делать регулярно, нужна определенная дисциплина в платежном календаре, и нужно прикрепить ответственных за поступления, за выбытие, за статьи в компании, и принимать решение на основе, если не получается, что мы делаем, почему не получается. То есть не просто посмотрели план-факт и разошлись. Вот это и самое сложное при внедрении платежного календаря в компанию. Сам платежный календарь как инструмент несложный. После того, как мы с вами, вот уже разобрали с вами блок про управление денег, про нехватку, если у нас не хватает денег, сначала смотрим причину, потом собираем факт ДДС, я вам показала в предыдущей слайде, да, это ДДС. Дальше мы с вами делаем платежный календарь, и третий такой уже крупный подход – это бюджет движения денежных средств. Составляется бюджет движения денежных средств на, скажем, может составляться на квартал, на год, то есть, ну, начинаем, если вы первый раз это будете делать, можно начинать с месяца и дальше уже там на квартал и далее расшивать. Он режется по месячным таким, скажем, блокам, и позволяет увидеть как раз-таки уже на протяжении долгосрочного периода, сколько у нас планируется поступлений вы быть, и какой плановый остаток денежных средств на счетах у вас будет. Как он составляется? Сама форма бюджета движения денежных средств будет очень похожа по структуре с ДДС, потому что нам план-факты как раз-таки надо сводить, да, но смысл здесь уже в построении самого процесса, про который мы чуть позже обязательно поговорим, как построить так, чтобы эти плановые статьи на месяц у вас выстраивались, кто ответственный в компании, то есть сам процесс нужно наладить более, скажем, в таком длительном периоде, как будет у вас выстроен этот бюджет движения денежных средств в компании. Выглядит он примерно вот так, то есть есть графики, помесячно можно посмотреть плановые поступления и выбытия. Так, давайте еще раз, да, подытожим про нехватку денег. Первое, ищем причину. Обычно она в оборотном капитале сидит, зарыта там. Это может быть, как я сказала, и запасы, и дебиторка. Это может быть структура какая-то бизнеса внутри, то есть бизнес-процессы внутри выстроены так, что у вас, не знаю, там, монопокупатели есть, которые диктуют вам условия там на рынке, когда они будут вам оплачивать, с какой рассрочкой. Вы здесь находитесь как раз-таки в таких заложниках в какой-то степени. Здесь уже ищем способы решения. Это может быть факторинг, но это больше для крупных компаний, для среднего, малого бизнеса. Вряд ли этот способ подойдет. Плюс можно поискать какую-то кредитную линию, если у вас такая ситуация. Например. То есть я привожу сейчас примеры, как можно решать, как можно к этому подходить. Но в первую очередь надо выяснить эту причину. Потом уже искать способы, как ее решить. Ну, простой здесь способ. Дальше идем. ДДС. Собираем планфакт. И работаем уже с планированием. Собираем платежный календарь. Это то, что мы смотрим еженедельно. И бюджет движения денежных средств на более долгосрочный период составляется. Вот он помогает как раз-таки работать с кассовым разрывом, если они есть на строй дисциплины. У кого-то в платежном календаре основной фокус будет на поступлениях. У кого с этим сложности. Вы когда начнете планировать, вы будете это видеть, будете уже понимать, в какую область вам направлять фокус внимания. Либо у вас может быть проблема с расходами, наоборот. По опыту могу сказать, у моих клиентов больше мы внимания на проблем как раз-таки в поступлении. Расходы довольно точно уже научились планировать. Там все ясно и понятно. Следующая проблема, про которую мы сказали с вами, про деньги сказали, теперь про убытки. Если в компании есть убытки, или вы догадываетесь, что они есть, но у вас нет еще точных, допустим, цифр, первое, что я рекомендую сделать, что можно сделать довольно быстро, это составить финансовую модель. Сейчас включу демонстрацию, покажу, как она выглядит, чтобы тоже было представление, о чем я говорю. Так, значит, финансовая модель выглядит следующим образом. Это такая параметрическая модель, параметрическая зависимость того, что у вас в компании, как показатели между собой связаны. То есть она помогает как раз-таки выявить ключевые параметры бизнеса, покрутить, на что мы можем повлиять. Начинается она обычно с воронки продаж, то есть мы пытаемся с вами оцифровать то, как выручка к нам приходит, соответственно, начинаем с блока выручки, то есть оставляем воронки продаж. Она может быть одна, их может быть 2, 3, 4, может быть несколько направлений, то есть это все подробно должно быть описано. Дальше идут связи уже по переменным расходам, мы считаем с вами маржинальность. Я сейчас буду очень так крупными мусками говорить. Дальше идет общепроизводственные расходы, расписываем с вами, какая валовая прибыль у нас идет. Это, опять же, модель, это мы не считаем факт, мы с вами выстраиваем модель, как оно есть, приближенную к реальности. Дальше идут у вас косвенные расходы, ну и, в общем-то, выходим дальше на чистую прибыль, после этого здесь оцифровывается оборотный капитал, как раз-таки тоже через финансовую модель можно понять, в чем проблема именно в деньгах, если есть красивые разрывы, как я и говорила. Дальше идет блок ДДСа и блок баланса, может быть, дальше. Соответственно, через финансовую модель, если мы сейчас касаемся проблемы убытков, вы можете посмотреть структуру вообще образования чистой прибыли, что у вас происходит, где у вас происходит убыток, по какой причине, в каком блоке. Это может быть в блоке себестоимости, маржинальность низковатая, надо с ней поработать. Возможно, здесь надо посмотреть больше на административный блок, он у вас превысился, поэтому административные административные отдельно расходы у нас в отдельную группу вносится. Либо, например, у вас коммерческий блок страдает, и сюда больше направляем внимание. Вот в первую очередь выясняем причину, как бы, в чем проблема. Вот финансовая модель, как такой экспресс-инструмент, может позволить нам в этом разобраться. После того, как... Так, сейчас переходим. После того, как мы с вами собрали финансовую модель, надо запустить сбор факта. Если, скажем так, если у вас нет отчета о прибылях-убытках, надо запускать, чтобы вы могли посчитать эту чистую прибыль, знать, как вы работаете каждый месяц. Можно это запускать параллельно, потому что сам сбор факта ОПИУ, если правильно его внедряете, он как бы не происходит там сиюминутно. Это процесс длительный, да, может затянуться на месяц. Например, организовать весь сбор, правильно подтянуть все источники, чтобы у вас все правильно считалось, это может затянуться, но это обязательный шаг, который нужно сделать, иначе вы не сможете дальше, как бы, ну, начать управлять прибылью, если вы не считаете, ну, простаиваемся. Как выглядит отчет о прибылях-убытках, тоже покажу. Шаблон. У вас будет потом все эти шаблоны. Еще раз расскажу, чтобы вдруг кто-то не услышал. Так, как выглядит? Очень похоже сейчас со структурой финансовой модели, вот ее начальной, только у нас нету воронки, то есть мы просто сразу берем выручку фактическую. Выручку, напомню, это не деньги в кассе, выручка – это исполненные обязательства. Сколько мы оказали услуг, сколько мы отгрузили товаров и так далее, на какую сумму. И дальше также по блокам идет у нас переменные расходы, маржинальный доход посчитали, дальше идут общепроизводственные, посчитали блок валовой прибыли, дальше идут косвенные расходы, то есть расходы прямо не связанные с получением выручки, но как бы необходимые для существования бизнеса. Делятся они обычно на два блока – административные и коммерческие. Административные расходы – это те расходы, которые призваны, скажем так, обеспечивать жизнеспособность… Неправильно говорю. Административные расходы – те расходы, которые связаны с обеспечением, скажем, жизнедеятельности бизнеса в том плане, вот там, административные, офисные расходы, вот все, что связано с таким вот административным обеспечением. А коммерческие – это те расходы, которые связаны с привлечением клиентов в компанию. Это могут быть маркетинговые расходы, это могут быть расходы отдела продаж, которые именно связаны с… привлекают в команду, в компанию клиентов. И потом еще считаются у нас проценты по кредитам, налоги, упрощенка, там могут быть и налог на прибыль и так далее. НДС мы считаем отчет о прибылях и убытках без НДС. И дальше идет амортизация. После этого высчитывается чистая прибыль и, соответственно, посчитали чистую прибыль. Вот так выглядит блок отчета о прибылях и убытках. Он составляется помесячно и также можно смотреть сводный. Можно разбивать его по направлениям. Ну, то есть здесь уже структура будет у всех своя, разная, поскольку все бизнесы здесь могут быть очень-очень разные. Но примерный шаблон выглядит вот так, чтобы было понятие, о чем я говорю. Так, я возвращаюсь сейчас к презентации. Итак, первый шаг. Мы собрали финмодель, посмотрели экспрессом, скажем так, в чем у нас проблема. Дальше идет факт по отчету о прибылях и убытках. Дальше идем с вами. Провести оптимизацию. Ну, то есть если мы выявили убытки, нам, понятно, надо что-то сделать. И давайте сейчас разберем именно основные принципы оптимизации, как к ним нужно относиться. Так, основные принципы оптимизации. Первое. Расходы – это функция. То есть расходы нужны для чего-то, что-то они обеспечивают в компании. Расходы – это инвестиции. Мы для чего-то вкладываем, ждем какой-то эффект обратный. Когда мы заходим в оптимизацию, нам нужно, ну, скажем так, понять, как к этим расходам относиться. Вот мы сейчас это и разбираем. Дальше идем с вами. Оптимизировать. Что такое оптимизировать? Часто мы воспринимаем это как какое-то урезание, сокращение. На самом деле оптимизировать не всегда значит урезать. Это больше про приведение в соответствии. И иногда бывает, когда мы заходим в оптимизацию с клиентами, что какие-то расходы мы даже наращиваем для того, чтобы увеличить эффект. Ну, такой самый, наверное, яркий пример, который можно привести – это маркетинговые расходы. Где-то мы даже в кризис можем увеличить бюджет, чтобы решить проблему, допустим, с привлечением выручки в компанию. Так, дальше. У каждого расхода есть свой ответственный. И здесь мы говорим про то, что к расходам всегда должен быть назначен ответственный, иначе за расход никто в компании не отвечает. Прямо в финансовой модели, как минимум, есть блок рядом, где можно написать ответственного за расход. То же самое и в бюджетах можно делать, определять, какие центры у вас будут ответственны за тот или иной расход. Дальше. Краткосрочное сокращение денег не принесет длительного эффекта. Это я про что? Здесь про то, что мы можем урезать, конечно, деньги, максимально сократить там все выплаты, сократить зарплаты, но по факту это принесет какой-то краткосрочный эффект, не решит проблему внутри бизнеса. Здесь нужно смотреть на бизнес-процессы, ну, скажем так, немного сверху, в чем проблема. Возможно, модель бизнеса сегодня уже стала неэффективной, надо в ней копаться, а не просто, ну, скажем, урезать зарплату там всем, урезать все расходы. Надо смотреть не просто на сокращение денег, а смотреть более свысока, скажем так, на этот процесс. Следующий принцип, да, не повлиять ли снижение на производительность других подразделений. Ну, это когда одно лечим, другое калечим. Это очень известная история, тоже, когда заходим в оптимизацию и смотрим на наши расходы, задаемся этим вопросом обязательно. Не повлияет ли снижение на качество нашей продукции, на качество услуг, что тоже может потом губительно сказаться на компании, смотря какой расход вы будете сокращать. И последний пункт, тоже он очень важен, не сокращать расходы, а научиться ими управлять. Что это означает? Когда мы просто режем бездумно, у нас не происходит, скажем, правильной оптимизации, не происходит улучшения самого процесса. Научиться ими это управлять, это как раз-таки и про бюджет, и про планирование, почему я сейчас нашу тему подвожу. То есть наша задача не просто сократить все, а наша задача научиться ставить рамки, в которых они должны быть, научиться понимать, как тот или иной расход будет влиять на выручку, на чистую прибыль и поставить эти рамки. Вот как раз-таки бюджет призван это и сделать. Давайте сейчас я остановлюсь, я вижу там в чате очень много вопросов. И перейдем с вами потом к следующему блоку уже про бюджеты. То есть мы сейчас с вами разобрали две кризисных ситуации. Нехватка денег, какие инструменты применяем, и убытки, какие инструменты применяем. Так, давайте я сейчас перескочу. Вернусь, так. Можно ли делегировать введение финансового мониторинга ассистенту, или это может быть небезопасным, задает вам Мария вопрос. Одновременно бывает до восьми продектов, идем сама, я путаюсь. Порочный круг авансов дал кассовый разрыв. Что посоветуете? Конечно, нужно передать финансовый, делегировать, скажем так, финансовый мониторинг кому-то внутри компании, либо найти аутсорс, мы вам будем рады, приходите в нескучные финансы, возьмем под контроль. Почему это может быть небезопасным, не пойму. То есть вы можете доверить сам мониторинг, да, но при этом не принимать решение, кому сколько, куда перечислять, не давать в руки сами мощности. Конечно, когда, особенно, очень часто бывает, когда собственник или руководитель, генеральный директор вовлечен сам в процессы, не всегда есть вообще фокус внимания на финансах, очень сложно удержаться. И как раз-таки здесь и нужно делегировать. Все, правильно задали вопрос. Мария, если нужно как-то еще уточнить, вы пишите, хорошо, ниже я дойду до вас. Так, ответил кто-то, можно, нужно, иначе порвешься. Я сейчас с Александром согласна абсолютно. Так, финансы – это контроль доходов и расходов или про изменение доходов и расходов? Это и контроль, и изменения. А что такое контроль? Контроль – это и способность менять, начинать и заканчивать. Изменение доходов и расходов. Ну, когда мы контролируем что-то, держим под контролем, мы можем на это влиять и менять. Какие критерии и особенности отличают финансовый учет для микро, малого и среднего бизнеса? Ну, его, скажем так, более, большая детализация, скажем. Для микро и малого и среднего бизнеса достаточно определенного пакета там отчетности, да, для более крупного бизнеса даже сам процесс построения бюджета, он гораздо сложнее, гораздо больше там отделов и так далее. То есть там людей больше, процессов больше, выручки больше, операции больше, там просто сложнее процессы идут. А смысл финансового учета, ну, он как бы одинаковый. Если большие расходы, мало поступают прибыли, неорганизовано производство, с чего рекомендуете начать и чем закончить? Большие расходы, но мало поступают прибыли, неорганизовано производство. Ну, понять, почему такие большие расходы, есть ли возможность их сократить без потери качества, то, о чем мы говорили, без калечения, и посмотреть, как мы можем сфокусироваться на прибыли. Работать в обе стороны здесь только так. Неорганизованное производство, исполнение обязательств. То есть вы, получается, набрали авансов, не можете пока их выполнить. Надо понять, сколько этих авансов уже потрачено, какая сумма у вас теперь зависла, получается, и организовывать исполнение, либо возвраты. То есть почему не организовали, как набрали авансов. Какие способы и конкретные инструменты автоматического составления финансовой модели порекомендуете и почему? Я не очень понимаю вопрос автоматического составления финансовой модели. Ту финансовую модель, которую я показала, и шаблон, я его отдам, вот там ниже я вижу вопрос уже. В принципе, там автоматически все. Вы будете работать только с ключевыми ячейками. Давайте я сейчас вернусь быстренько к финансовой модели. То есть вы будете влиять только вот на это. Здесь везде автоматические формулы и автоматически идет подсчет. Ну, например, заходы на сайт, процент роста количества показов увеличиваем до трех. Опять же, определяем, кто у нас ответственный за этот показатель. И смотрим, что будет меняться. Вот видите, пересчиталась чистая прибыль. А если конверсия сайта будет не 4, а 6, что будет? Вот все автоматически считается. Но ее прописать, ее увязать, это как бы делает специалист. Ну, либо вы можете попробовать сами через шаблон сделать. В шаблоне будут разные воронки, которые вы сможете использовать. Смотря какой бизнес. Понимаете, невозможно сделать одну единую финмодель, которая подойдет для всех. Финмодель, она пишется под бизнес, и автоматически дальше там все настраиваются, все параметрические зависимости. Так, надеюсь, я ответила на вопрос. Возможные варианты решения... А так, это что-то непонятное. Так, вы учите собственников развиваться в финучете. Да, у нас есть продукты именно обучения собственников, называется «Порядок в финансах». Либо в процессе работы с финансовым директором у вас будут регулярные, скажем так, презентации отчетности, где вы будете тоже учиться, разбираться, будете понимать, что у вас происходит. Так или иначе, постоянно с ним сприкасаясь, собственник становится профессионалом. Так, вот это не поняла, интеграция вашего сервиса с Bittrex24. К сожалению, здесь не могу подсказать. Так, спасибо, полезная информация. Как построить финучет с нуля, если только выходишь в собственный бизнес? Ну, собственно, как построить? Нужно начинать сначала. Первое – деньги, потом прибыль, третий – баланс. Самому довольно сложно. Нужно пройти какое-то хотя бы минимальное обучение, потому что самому совсем с нуля, если ничего не знать, довольно сложно сделать будет правильно, без ошибок. А ошибки в бизнесе здесь могут приводить к очень плачевным историям. Так, все, да, останавливаемся пока на вопросах, идем с вами дальше. После того, как мы с вами провели оптимизацию, у нас, как я и сказала, последнее, нам нужно научиться управлять. Итак, составить краткосрочный план – следующий шаг, когда мы работаем с убытками. Составить краткосрочный план – это называется у нас в компании, когда мы это не прям, это называется тест на красавчика. Задача, как красавчик, составить план с точностью не менее 80%. Можно назвать его какой-то краткосрочный план, краткосрочный бюджет, как вам удобно, просто это такое название. Как он составляется? По сути, та же структура отчета о прибылях и убытках, может быть, где-то более детализированная. Ставится план, и в конце месяца отсматривается факт. Да, и то же самое мы смотрим, так же, как с платежным календарем здесь работаем, здесь ставится процент, сколько мы выполнили, где мы недовыполнили, где перевыполнили, то есть и делаются выводы, начинается такая саморефлексия. Здесь вот самое сложное – это начать принимать какие-то решения на основе план-факта. И я могу сказать так, что сначала очень тяжело заходит, особенно когда человек никогда не планировал, когда вообще не было такой сущности, и сначала вообще непонятно, как подступиться, да, сколько будет. Ставьте первый раз там, по ощущениям можете поставить, посмотрите, как вообще вы, насколько четко ощущаете вообще компанию, сколько она может, сколько не может. Вот в примере здесь вот видно, да, например, первый месяц неплохо так ощутили себя, почему-то в июне, да, 62 миллиона 50, наоборот, ставили 62, сделали 50. Ну, так неплохо, 82 процента. Конечно, хотелось бы поточнее, да. А следующий месяц всего 63. То есть не сделали. Почему так поставили? То есть задавайте себе вопрос, когда ставили, исходили из чего, почему такая низкая выручка получилась, что пошло не так. И вы будете видеть эти взаимосвязи. И через время вы довольно-таки хорошо уже набьете, скажем, как это сказать, глаз, да, прицелитесь, как у вас вообще в компании, какие параметры, что касаемо выручки и то же самое касаемо расходов. Будет уже примерное ощущение, какая средняя маржинальность, как у меня в среднем там работает по административному блоку, сколько там примерно расходов. Когда вы сделаете несколько итераций, точность будет расти, это точно. Уже пройдено не один раз, и всегда заходит очень тяжело. Дальше, если держатся дисциплины, мы действительно работаем с этим планом, то гораздо такие планы более точными становятся. И уже появляется такая уверенность в завтрашнем дне, потому что я знаю, что я сегодня в начале месяца могу с точностью 80% сказать, сколько я чистой прибыли за работу. Это навык, которому нужно учиться. Это не волшебная таблетка. Таблица – это просто таблица. Если с ней не работать правильно, она не принесет эффекта. Но таблица примерно вот так выглядит. Это краткосрочный план. Дальше мы говорим с вами про долгосрочный план. Когда мы научились на коротком периоде планировать, заходим с вами в долгосрочный план. Долгосрочный план – это бюджет доходов и расходов. Как он выглядит? Вообще вариантов может быть огромное количество. Огромное количество этих, скажем так, бюджетов может быть. Они строятся всегда под компанию. Они могут быть с очень разной детализацией. Обычно сводный лист выглядит довольно похожим на отчет о прибылях и убытках, поскольку факт, опять же, мы из отчета о прибылях и убытках вытягиваем. Соответственно, должна форма плюс-минус совпадать. Но к нему может быть очень много дополнительных операционных бюджетов. Например, к выручке могут быть связаны бюджет отдела продаж. Может быть, у вас бюджет отдела производства, который будет выпускать готовую продукцию. И через этот мини-операционный мини-бюджет мы будем выходить, как нам будет обеспечена та или иная выручка, как будет обеспечен тот или иной расход. Как раз-таки через работу с этим. Чем отличается бюджет доходов и расходов уже от такого мини, скажем, плана? Тем, что он более подробный, более расшит, и там уже сотрудники у вас подключаются, работают. И он составляется на более длительный срок. От квартала до года. Это такой, скажем, тактический бюджет. Есть уже стратегический, который там на 3-5 лет составляется в компании. И потом у вас каждый квартал происходит... У нас это называется в компании стратегическая сессия, когда мы с вами смотрим, что вообще получается, как мы идем к годовым планам. Вот один из примеров, как мы с клиентами смотрим. У нас есть такая панель приборов, и вот здесь есть годовые планы. И вот мы понимаем, что 22-й год был очень непростой, и мы планировали в начале года из одной парадигмы и видим, что мы хотели и что мы получаем сейчас. То есть мы планировали уже к этому месяцу сделать 89 и сделали 33. Да, можно сделать какую-то следующую итерацию планирования, когда мы уже поняли, что там реальность где-то поменялась, сделать план какой-то минимум, негативный прогноз и уже на него опираться. Но вот мы с клиентом приняли решение, что будем отталкиваться от первоначального плана и смотреть вот так. То есть, да, смотреть неприятно, больно, но очень отрезвлять. То есть сколько мы сделали. Так, ну, собственно, про убытки еще раз, да, мы проговорили, что нужно делать. В целом я вам рассказала про финмодель, про сбор факта, и дальше мы проводим оптимизацию и работаем уже с планированием, управляем этими расходами. Так, следующий блок – это сам бюджет. Это второй блок моего, скажем так, выступления сегодня. Бюджет, если переводить на простый, потому что слово часто пугает, это финансовый план. Бюджеты бывают разные. Есть бюджет управления ресурсом денег, потому что деньги, как кровь в бизнесе, она должна циркулировать. Даже если бизнес прекрасный, здоровый, но в нем не циркулируют деньги, мы ничего не можем делать. Не платить налоги, ни зарплаты, ни с поставщиками, ни с кем. Поэтому управлять деньгами очень важно. Инструмент бюджет движения денежных средств – это на долгосрочном периоде, от месяца, три, год и так далее. И есть краткосрочный, по недельный, по дням прям расписывается, платежный календарь, разобрали. Бюджет доходов и расходов – это вот как раз про управление прибылью, про эффективность компании. Тоже мы сейчас с вами посмотрели, про бюджет доходов и расходов. Есть прогнозный баланс. Баланс – это отчет о богатстве компании, где мы смотрим с вами сочетание, сколько у нас активов, то есть это все наши основные средства, запасы, сколько денег на счетах, сколько нам, кто должен, из наших покупателей, поставщиков, например. И второй момент – это пассивы, где мы смотрим с вами, сколько мы заработали, сколько вывели дивидендов, какие у нас обязательства есть по кредитам, перед поставщиками, перед покупателями незакрытые обязательства, по налоговой, по сотрудникам и так далее. То есть вот как раз-таки он помогает отнести, сколько у нас есть и за счет чего это есть. Соответственно, прогнозный баланс как бюджет тоже составляется, когда мы хотим через год сказать, в каком состоянии будет наша компания, сколько будет у нас запасов, сколько будет денег, сколько мы заработаем прибыли, сколько у нас будет обязательств и так далее. Есть еще такие операционные бюджеты, про них я сегодня тоже кратко уже говорила. Например, бюджет продажи, бюджет производства, бюджет, может быть, там, запасов, может быть, как они будут, бюджет закупок и так далее. То есть здесь все зависит от того бизнеса, который у вас есть, какие бюджеты вам нужны для составления, например, бюджета доходов и расходов. Мы вот шли так, то есть мы постепенно понимали, что нам надо вот здесь синхронизироваться, например, с отделом продаж, чтобы понять, сколько будет у нас там заключено сделок, например. Из этого мы понимали потом, синхронизируясь, например, с производством, а сколько мы сможем отгрузить. Ну и так далее. Начиналось вовлечение всей команды постепенно в процесс бюджетирования. Так вот, мы сейчас с вами больше поговорим про бюджет доходов и расходов. Мы про него продолжим говорить. Что дает вообще бюджет владельцу бизнеса? Давайте еще раз проговорим. Фокусировка на финансовых целях и показателях, да, то есть сколько мы хотим. Прогнозируемость результата. Заранее понятно, каким будет результат, как я и сказала. То есть в начале месяца примерно знаю на 80% минимум, сколько я сделала, когда я научился планировать. Планирование денежных потоков помогает управлять как раз таки кассовыми разрывами. Контроль затрат. То есть мы можем контролировать, когда мы установили рамки, мы видим уже, что у нас происходит. Мы в рамках или не в рамках, почему не в рамках, кто виноват и так далее. То есть здесь мы можем начать уже контролировать процесс. Если мы не составляем план, то есть ну сколько получился расходов, столько и получилось. Обычно так получается. Возможно сделать планфактный анализ и понимать причины отклонений. То есть как раз таки здесь порефлексировать над тем, почему мы не пришли к тому результату, которого там ожидали. Если мы этот результат не ставили, мы не можем порефлексировать. Возможность оценки результатов компании. Понять, а как я вообще в пространстве? Очень часто задают клиенты вопрос, типа, а скажите, какая средняя статистика там по отрасли? А скажите, пожалуйста, а вот такие же, как мы, например, стоматология, вот как они работают? А как у них? Да, можно так посмотреть, но по факту, в первую очередь, надо всегда сравнивать себя с самим собой, ставить планы, потому что взять две стоматологии в Москве и, например, где-то в таком периферийном городе довольно сложно их сравнивать, там разные ценники, разная рентабельность, разные расходы, разные аренды, ну, то есть очень сложно вообще какую-то дать оценку между ними, они по-разному функционируют, там все внутри, по-разному немножко завязано. Поэтому, в первую очередь, планы позволяют оценить себя вообще. Вот я хотел заработать вот столько. Я заработал или нет? У меня получилось или нет? Я расту или нет? В том году мы планы такие ставили, в этом такие, у меня получается. Значит, я молодец. Это очень важная оценка, потому что многие не понимают, как себя оценить. Помогает устранить порядок в системе управления. Это мы как раз-таки говорим о том, что вовлекается постепенно команда, вносится системность и структурность, это туда же, да, вовлекается команда, начинают простраиваться зависимости, если их не было. И последнее, что дает бюджет, ну, как бы не последнее, да, позволяет принимать решение хаотично, осознанно, понимать план, прогноз, факт по показателям. То есть мы уже принимаем решение, исходя из того, сколько мы ставили. Например, какую среднюю маржинальность мы ожидали, почему не получилось, давайте здесь посмотрим, как мы придем к этому. Ну и так далее. То есть это мы говорим про первую такую операцию бюджета, когда вот мы первый раз что-то получили и начали с вами думать. Дальше, когда вы будете заходить в процессы бюджетов, у вас будет уже намного осознаннее взгляд, вы будете знать, сколько примерно ожидать, какие у вас параметры, на что влияют, какие связи между собой. То есть бюджет позволяет потом эту картину расширить мир, и вы по-другому совсем будете бюджетировать, чем первый раз в это делать. Вообще система бюджетирования, она очень крупная, очень масштабная. Рассказать про нее за такое короткое время у меня вряд ли бы получилось, поэтому я сейчас вам такие очень сухие выжимки даю, что нужно для того, чтобы вообще приступить к процессу бюджета. И теперь давайте как раз и поговорим, как внедрить бюджет. Первое – разработать форму бюджета. Сегодня в ворсетке шаблонов, которую я в конце покажу, будет видно, будет шаблон бюджета, но бюджеты всегда составляются больше индивидуально. Соответственно, вы можете взять, переработать под себя шаблон, если у вас это как бы получится. Не получится, приходите за помощью, мы поможем как бы цифровать, составить бюджет. Но первое – это форма, где мы будем работать, как мы будем планировать. Она часто похожа, вот сводный лист уже, да, он похож на отчет о прибылях и убытках. Мы сейчас говорим про бюджет доходов и расходов. Дальше. Первое – мы разработали форму, потом выбрать период бюджетирования. Начинать можно с месяца, потом квартал, год, ну и далее, далее, как у вас уже там хватит, возможно, с на 3-5 лет составить. Но я бы начинала с месяца, то есть вот взять простой там вот этот бюджет, который я показывала на всего один там месяц, а потом уже начинать на квартал пробовать, потом на год. Потому что сразу на год очень сложно людям заходить в планирование. Но, например, что может помочь спланировать на год? Взять финансовую модель. Она как раз расшита на год, и вы через нее как раз можете первый раз попробовать на год запланировать. После того, как мы с вами выбрали период, насколько, допустим, мы планируем с вами на квартал, выбрать способ подготовки бюджета, согласовать бюджетный процесс. Какие способы подготовки? Планирование может быть сверху вниз, снизу вверх и встречное планирование. Планирование снизу вверх – это когда мы от работников на местах идем через планы подразделения к общему плану путем согласования. То есть сначала составлять сотрудники и переносить наверх. В чем минус? Ну, обычно может не синхронизировано быть с планами, со стратегией компании, с тем, что ожидает собственник. Планирование сверху вниз, наоборот, когда мы от общей стратегии, от общего какого-то плана спускаемся вниз, то есть спускаем вниз бюджет. Здесь основной минус может быть не согласованность командой. То есть вот такой процесс. И встречное планирование, когда два метода между собой объединены. Сначала мы по целям синхронизируемся с топ-менеджментом, то есть что мы ждем, чего хотим. На более низких уровнях происходит конкретизация этих планов, то есть детализируем, как, что у нас, как. Мы раскладываем, скажем так, на более-таки мелкие детали, что кто может, да, и потом обратный ход, то есть включаем снизу, вверх, обратно. То есть что можем, вот они, цели, как нам их синхронизировать, как увязать. У нас чаще всего как раз-таки вот встречное планирование настроено. То есть обычно ставятся цели, сколько собственник хочет, потому что здесь собственники могут отталкиваться в том числе от личных целей. Сколько я хочу, сколько мне нужно, допустим, дивидендов, какие мои личные там планы, цели на бизнес. Потому что бизнес для нас это там источник доходов зачастую, да. То есть что я ожидаю как собственник бизнеса от компании, сколько я хочу, чтобы было. И дальше нужно синхронизироваться, а мой бизнес вообще способен, мне столько дать, сколько я хочу, и как мы к этому придем. В общем-то, три вот таких способа подготовки. С мест наверх, сверху на места и встречное планирование, когда сначала ставятся цели, и потом снизу идет конкретизация, и синхронизируются эти планы с конкретизацией. Ну, дальше. После того, как мы определились, как мы будем готовить, по какому способу, определить методику планирования по каждому показателю. То есть у нас, если сейчас я вернусь, вот он, допустим, пример бюджета, да, у нас есть прям конкретные показатели, чего, сколько, каких расходов. И вот по каждому показателю нужно определить методику, как он будет считаться. Какие бывают методы? Целевой. Ну, то есть я ожидаю, что у меня, допустим, по выручке, да, исходя из стратегических целей бизнеса или ключевых показателей, какую цель я преследую, сколько мне нужно. Например, выручку так ставим. Дальше. Нормативный. Когда мы говорим, что там маржинальность должна быть вот в этой норме, не ниже, допустим, там, 50%. Вот здесь нормативный подход. Соответственно, мы можем с вами заложить себестоимость не ниже какого, то есть коридор, там, допустим, от 20 до 25 должен быть внутри бюджета, там, доставка внутри выручки должна составлять, там, не более 5%. Вот это нормативный подход. Когда мы закладываем нормативы и не должны за них выходить, и когда мы как раз ежемесячно отсматриваем, ежеквартально отсматриваем вот эти нормативы, мы можем увидеть, по какому нормативу мы выходим, что мешает нам прийти к той цели, к которой мы пришли в бюджете. И метод согласования через коммуникацию между людьми. Когда мы говорим, так, мне нужно столько-то выручки, что для этого нужно? И идете, допустим, в отдел продаж, и там синхронизируете, сколько мы можем сделать. Отдел продаж говорит, нам нужно там столько-то лидов привлечь, мы идем в отдел маркетинга. То есть и вот здесь происходит синхронизация. Через общение между отделами выставляется цель, сколько можем, сколько можем сделать. Далее, после того, как определили, можно прямо эту методику писать напротив каждого, если нужна такая поддержка, прямо писать напротив каждого показателя или источник, откуда тянется, с какого бюджета. После того, как мы собрали методику, дальше составляется регламент подготовки бюджетов, то есть описывается процесс, как это происходит, да, и как собирается сбор фактических данных. Это может быть выражено в каком-то чек-листе, кто что за кем, как делает. Это может быть описано прямо в процессах. У нас в компании инструмент считается внедренным внутрь организации в том случае, если там есть как минимум регламент уже, да. Если регламента нет, соответственно, в случае чего потом вспомнить, как и что мы делали, довольно сложно. Поэтому нужно описать этот процесс. Дальше разрабатывается система контроля над исполнением, кто ответственный за какие статьи. Есть такое понятие, как центры финансовой ответственности. Возможно, у вас это будет там по отделам, да, то есть кто у вас в отделе будет главный, ну, обычный руководитель, да, отдела там. Либо у вас постатейно где-то будут ответственные без руководителя, смотря какой бизнес, какого размера, да. Дальше составить бюджеты на тестовый период. Ну, в первую очередь, после того, как мы все это писали, нужно начать его делать. То есть первый бюджет, просто его начинаем составлять. Составили, посмотрели, что получилось, что не получилось, где синхронизация была некачественная, улучшаем процесс. И так через время, когда там несколько итераций пройдет, вы научитесь хорошо уже планировать. Так, какие основные ошибки при составлении бюджета? Планы не обоснованы, планы не скоординированы и не назначены ответственность за реалистичность исполнения бюджета. И еще одну ошибку, я ее не написала, но считаю важной. Это не при составлении бюджета, а потом при уже внедрении бюджетирования. У нас в компании этой ошибки нет, я имею в виду компанию нескучные финансы. Это когда мы составили бюджет, получили какой-то факт и рассказать команде о том, что у нас получилось. То есть делимся с командой результатами. Очень часто этого не делается. И таким образом команда не понимает, зачем эти бюджеты нужны, для чего они составляются, какой результат получился, что в итоге. Мы там чего-то планировали три месяца назад, что в итоге не получилось. И вот очень важно с командой делиться этими результатами. Как получилось, как не получилось, что будем улучшать, чтобы команда видела тоже, куда мы идем. Была причастна к этой большой цели, это тоже влияет в том числе и на мотивацию сотрудников. И на вовлечение вообще в процесс бюджета, если вы хотите его внедрить в компанию. Вот такие основные ошибки составления бюджета. В принципе, по бюджетам все. Давайте я начну, еще посмотрю ваши вопросы. Так, запись, запись, запись будет. Это вам ответят организаторы. Финмодель для бизнеса по сдаче в аренду. Какие будут иметь отличительные особенности? Ну, в первую очередь, отличительные особенности, нужно посмотреть, какая будет воронка. Какие у вас привлечения через сдачу в аренду? Через Авито вы там сдаете в аренду? Либо какие-то у вас объявления, через что вы делаете? Составляется воронка, а дальше уже расходы, я так понимаю, какие-то переменные будут у вас связаны с арендой. Может быть, это там уборка, подготовка. В зависимости от того, сколько квартир у вас там сдано в аренду, или что вы там сдаете, может быть, в машине, я же не знаю. От этого будет зависеть объем переменных расходов. Структура самой финмодели для сдачи в аренду, она отличается от других структур. Вот такие особенности. Так, интегрировать можно с Bittrex24. Так, я не поняла, разносился по статьям бюджета, что-то более сложное, систему контроля исполнения. Возможно, можно, слушайте, я по интеграции с Bittrex24 не готова вам, честно говоря, ответить на этот вопрос. Просто потому, что я не интегрировала так подробно. Так, если использовать таблицу, наверное, можно через макросовые бухи подтягивать данные в таблицу. Наверное, лучше это должно делать Bittrex24, Bittrex24, Яндекс, Дата, Дзен. Вообще, согласен, вручную вбивать данные в таблицу эпохи ИИ, это несовременно, не хочется тратить на это время, зависит от человеческого фактора, иметь данные в реальном уровне. По факту, я могу сказать так, забиваются всегда только первичные источники, неважно, куда вы их будете вносить. Таблица, если эта компания не суперкрупная, можно это делать на таблицах, это все будет автоматически разноситься, я не драчу много времени на это. А вот если компания уже более-менее крупная, то, конечно, нужна обязательно какая-то информационная система, потому что просто нереально цифровать, уже таблица начинает висеть. И в любом случае где-то вносится руками. Про табло, про управление деньгами могу сказать, что там более-менее автоматизировано, там практически нет ручного труда, поскольку есть интеграция с банками и есть авторазнесение по статьям. То есть задаются правила один раз вручную как раз таки. И дальше уже сама программа считывает, как что разносить. По отчету о прибылях и убытках тоже там реализовано есть, но не для всех подходит. Если очень сложный, допустим, у вас учет запасов, то довольно сложно там будет это сделать. Нужно смотреть. В период кризиса и форс-мажора составляется новый кризисный финансовый план или нужный типа имеющий план с каким-то корректированием. Вот я про это говорила чуть ранее, когда показывала панель приборов. Можно корректировать. Мне кажется, это нормально, чтобы оценить себя сейчас. Ну, то есть, да, кризис случился, давайте-ка скорректируемся. Теперь мы понимаем, что к тем планам, в тех реалиях мы уже не придем. Что мы ждем, какой план минимум? Да, я считаю, что необходимо. Но вот у меня клиент принял решение другое, что я хочу видеть все-таки от первоначального плана, как мы пришли, к чему. Так, запись будет. Так, хорошо, тут что-то про выгрузки. Давайте я не буду на этом останавливаться. Отправим запись так. Так, все, в общем-то, вопросы организационные больше. Так, все это, в общем-то, не про то. Презентацию отправим, да, это все будет. Куда направят таблички, да, я в конце все вам отдам. Мы уже, в принципе, так. Так. Финмодель и финансовый план в торжественной понятии. Финмодель – это параметрическая зависимость. В чем отличие, да, что вы прописываете ключевые метрики просто, и дальше оно крутится. А финансовый план все-таки вы конкретизируете по каждой статье и расписываете, синхронизируете процесс составления разного. По факту структура может быть очень похожей. Но составляется по-разному. Можно ли к вам на аутсорсинг? К нам можно на аутсорсинг, мы будем рады. Я сейчас про это тоже обязательно расскажу. И отдельную финансовую модель можно у нас заказать, составить. И к нам можно на сопровождение. Будем рады. Приходите. Так, спасибо, спасибо, спасибо. А мы же еще не закончили с вами. Я сейчас попробую за 7 минут попробовать закончить. Итак, составить финансовую... Если у вас сегодня нет отчетности, с чем работаем? Как начать оптимизацию? Если вы понимаете, что сегодня нужно поработать вообще, какой-то кризис наступил, нужно поработать с эффективностью... Вообще перед 23-м годом я всегда рекомендую заходить в этот инструмент и пооптимизировать, посмотреть, где мы можем привести в соответствие наше поступление и расходы. Первое, составить финансовую модель. Можно начать с этого, да, посмотреть как раз-таки, как у нас эти зависимости все отыгрываются, и посмотреть вот на эти ключевые показатели. Либо же взять инструмент экспресс-анализа. Сейчас я его тоже покажу вам. И можете сейчас его пойти забрать по QR-коду, он лежит. Либо в презентации потом перейти по ссылке, которую вам отправят, и тоже его забрать. Так, нет доступа, говорят. Сейчас я посмотрю, что у нас с доступом. Одну секундочку. Так, сейчас сделаем, извиняюсь. Доступ это я пропустила. Да, читатель. Все. Проверяйте еще раз. Теперь должен быть доступ. Я открыла. Так, что касаемо самого инструмента. Когда будете забирать, обязательно скопируйте себе. То есть это шаблон неизменный, чтобы кто-то тут не наделал своего. Поэтому здесь будет также дополнительное видео по заполнению данных. 9 минут можно будет посмотреть. Но я сейчас очень кратко расскажу, как с ним работать. Значит, первое, что мы заходим, нам нужно запомнить какую-то структуру. Если сегодня нет отчетности, ну, в среднем, как бы, как понимаем, так и заполняем. Сколько есть. Если есть отчетность, можно по ней уже, по статистике заполнить. За какой-то средний месяц, например, взять. Среднюю взять. Значит, заполняется среднемесячная выручка. Дальше идут переменные расходы. Давайте сейчас по понятиям быстро тоже пробежимся. Переменные расходы – это расходы, которые связаны с получением выручки, с ее объемом. Например, мы отгрузили с вами определенный объем продукции на 18 миллионов, и на эту продукцию, сырья и материалов, ушло 11 миллионов. То есть не все, что мы закупили, а именно то, что относится к той выручке, которую мы признаем, которую мы, там, товары, допустим, отгрузили. Это называется принцип соответствия. Очень часто, когда проводится аудит, встречается отсутствие принципа соответствия. Вроде бы важный такой принцип, про который, вроде, финансисты все знают, но часто бывает, что этот принцип не соблюдается по деньгам. Здесь пишут, сколько потратили. По факту здесь указывается именно то, что потрачено на вот этот объем продукции или на этот объем услуг. Соответственно, все переменные расходы сюда выписывайте, которые у вас есть. Я привела пример, например, сырье, материалы, доставка. Могут быть какие-то другие. То есть как определить, переменный расход или нет. Если нет выручки, нет расхода. В данном случае, если я ничего не произвела, не отгрузила, у меня нет расхода, который бы я должен признавать. Ну, относительно сырья, материалов. Я никакой материал не потратила. Да, он может на я на склад что-то купила, но я ничего не потратила, чтобы произвести ноль выручки. Вот, соответственно, переменный расход будет. Проставляем проценты. То есть у меня сырье, материалы, допустим, если я не знаю ничего, мы же говорим про ребят, которые в основном не знают сейчас свои отчетности, да, 60%, например. Доставка у меня, допустим, 5% или там, давайте, 8% составляет, да. Она автоматически здесь считается. Заполняем желтые ячейки. Соответственно, вы пишете статью, пишете процент. Дальше посчитали таким образом маржинальную. Дальше пишется общепроизводственный расход. Общепроизводственные расходы – это те расходы, которые связаны с выручкой, но не зависят от ее объема. Например, у нас какое-то с вами производственное предприятие. Вот мы тут что-то отгружаем, какую-то продукцию, там, тратим сырье, тратим доставку, например. Здесь могут сидеть, например, аренда склада. Она прямо зависит, относится к производству, да, продукции. Или там, зарплата производственных сотрудников. Ну, в общем, пишете статьи, которые считаете нужным, которые есть у вас в бизнесе. И пишете здесь уже сумму, например, с минусом пишем, потому что расход 100 тысяч рублей. Аренда склада стоит, например. Таким образом, считается валовая прибыль. И дальше выписываются уже косвенные расходы, административные и коммерческие блоки. Почему я еще раз вернусь, да, почему эти блоки отдельно выделяю, чтобы вы потом, когда смотрели и в отчете о прибылях обыдевых, и в финансовой модели, и в бюджете, вы могли оценить административный блок, как блок, обеспечивающий вот эту жизнедеятельность бизнеса, да, там, администрирующий его. Сколько он занимает? А вдруг у вас административный блок занимает, там, я не знаю, в десятки раз больше, чем производство. Ну, такой странный перекос, когда у нас слишком раздутый, там, допустим, штат, или очень много затрат на администрацию, например. Вот, поэтому этот блок отдельно оценивается и, соответственно, коммерческий. И все, что связано с привлечением клиентов в компанию, как связано у меня эти, какой объем эти расходы занимают. Если мы на привлечении ничего не тратим, то понятно, да, что здесь как-то странно рассчитывать на какой-то кратный рост выручки, если совсем ничего не, никак не работаем в сторону привлечения. И здесь выписываете, например, к административным может, например, относиться зарплата бухгалтера, аренда офиса. И там в шаблонах, я думаю, вы встретите много примеров, там, зарплата директора, ну, в общем, вот такого рода расходы, и там пишите тоже зарплата бухгалтера, например, 50 тысяч, к примеру. То же самое по коммерчески, может быть, это, там, реклама, контакты, например, ВК, да, снизу тысячу, несколько средний. Я не знаю, какое это, какие-то будут у вас цифры, соответственно, подставляете. Дальше, когда мы заполнили вот этот первый источник, мы с вами работаем здесь уже. И вот здесь те принципы, про которые я сегодня говорила, оптимизация расходов, да, они и применяются. Значит, у нас получилась таблица, мы с вами, опять напоминаю, работаем с желтыми ячейками. Все остальное здесь работает автоматически, мы не трогаем. Первое, что нам нужно определить, оценить расходы по объему, большие, средние, маленькие. То есть ставим с вами процент, до какого процента мы считаем у себя расходы большими. Например, в моем случае все, что выше 20%, это большие расходы. От 20 до 10 средние, и все, что ниже 10, это уже мелкие расходы. И вот здесь баллы автоматически проставляются. Присваиваются баллы. Ну, единичка большой, двоечка средний, мелкий. Дальше нам нужно с вами определить, насколько нужен этот расход, насколько он важен. И то же самое, по каждой статье проходимся, с вами делаем оценку. Неважный, средний, очень важный. Вот здесь как раз-таки вспоминаю, мы с вами говорили, повлияет ли на качество, не убьем ли мы какое-то другое отделение, то есть насколько важен этот расход вообще для существования бизнеса. И третье, насколько, то же самое, проставляем с вами баллы. Проходимся по статьям и ставим двоечки, троечки и так далее. Дальше, насколько легко можно сократить запросто, возможно, при определенных условиях, сложно, невозможно. Здесь как раз-таки смотрим вообще, можем ли мы где-то передоговориться, изменить, отменить, уменьшить без потери качества. То есть можем ли мы вообще здесь говорить о каком-то сокращении, реально или нереально. Соответственно, мы проставили вот эти три балла, у нас получается сумма баллов. Из них рисуется коридор. Зеленый нельзя вообще подходить, трогать эти расходы, даже можно туда фокус особо не направлять. То есть это скорее все какие-то такие не очень крупные, средние расходы, которые очень сложно сократить, которые очень важны. Желтый коридор получается по баллам. Нужно подумать, но возможно. И красный, и направляем внимание туда, берем и думаем, как это сделать. Соответственно, мы получили коридор, и с вами идем прям смотрим. Сначала по красным проходимся, потом по желтым проходимся ячейкам. Значит, красный расход – это получается, допустим, доставка. Как мы можем поработать с доставкой? Можем ли, не можем ли сократить? Здесь вы можете уже поговорить с ответственным сотрудником, который отвечает за доставку. Что можем сделать? Как здесь поработать? Например, приходим к тому, что можем сократить 1%. 14 тысяч. Ну, небольшой расход, согласна. Ну, вот здесь он, наверное. Вот. И, соответственно, когда мы с вами определили, какой объем расходов мы можем сократить, вот, допустим, здесь я поставила 5%, здесь 1%, прям пишут задачи. По каждому, скажем, расходу расписывается сырье, материалы, как можем их сократить, что можем здесь делать. И, соответственно, описывать задачи. Вот так мы с ним работаем. По итогу у вас получается какая-то конкретная сумма оптимизации, к которой вы пришли, и пул задач, которую нужно сделать, чтобы соптимизировать на такой объем. Вот такой экспресс-инструмент, который как раз позволяет поговорить вообще по оптимизации. Инструмент можете забирать, пользоваться, как бы он остается у вас. Так, я буквально еще 2 минуты постараюсь очень быстро уложиться. Немножко не хватило времени, хотя я торопилась. Так, что дальше? По вопросам. Да, спасибо за вебинар. Вижу, что пишут ответы. Давайте тогда перейдем к подаркам, к самому такому интересному, важному. Подарки специально для BITREX24 сегодня от нескучных финансов. В первую очередь, это барсетка шаблонов, которую вы можете забрать. Можете ее скачать здесь по, как это называется, QR-коду, да, либо по ссылке. Дальше. Что там в этом, что лежит в этой барсетке шаблонов? Отчет о прибылях и убытках, про которые мы сегодня говорили. Отчет DDS есть в таблице для тех, у кого совсем еще никакой там нет автоматизации. Или очень много налички, довольно сложно автоматизировать. Либо и также баланс. Также, плюс еще есть отчеты для делов продаж. Также есть еще отчеты, всякие разные, про те, которые мы говорили сегодня. Зарплатная ведомость и платежный календарь. И бюджеты здесь есть. И управление запасом. В общем, все это можете брать в свободном доступе пользоваться. Я еще раз покажу, где это. Это лежит вот по этой ссылке. Также в презентации будет ссылка на эту барсетку. Вы сможете ее забрать. Но самое главное, да, с таблицами есть одна проблема. Их может быть огромное количество. Но по факту внедряет не так много людей эти таблицы у себя. Потому что здесь нужно не только знать саму форму, да, но уметь внедрять этот процесс. Наша компания умеет хорошо это делать, хорошо это внедряет. Для вас это может быть и скучно, и сложно, и страшно. И, в общем-то, тяжело к этому подойти. В итоге таблицы есть, но они так и не внедрены, год лежат. У нас есть в этом уже, скажем так, экспертность, да. Мы внедряем уже много лет эти таблицы. И не только эти, вообще весь управленческий учет. Он не обязательно должен быть на таблицах, повторюсь, да. Таблица – это такой бесплатный инструмент, на котором можно легко сделать первую итерацию вашего управленческого учета. Потом можно автоматизировать. И когда у вас уже есть описанная структура, всегда это гораздо легче и эффективнее делается, даже автоматизация. Вот. Поэтому мы вам дарим 10 слотов на консультацию с нашими финансовыми директорами. Вы можете прийти и проконсультироваться. На встрече поговорим про прибыль, про уже ваш конкретный бизнес. Вы сможете задать любые вопросы. И про кассовые разрывы, и как вам лучше что сделать. Вы можете также записаться, перейдя по вот этому QR-коду, либо вот номер телефона, по которому вы можете позвонить и записаться. Промокод BITREX24. Используйте, вас запишут. Приходите на встречу также, получите два курса по личным финансам. Это курс денежки, он про личные финансы. И курс инвестор уже как эти личные финансы, если вы с ними научились работать, как их использовать. Ну, собственно, у меня все. Я постаралась очень быстро рассказать. И, по сути, вот оставляю еще раз здесь QR-код и телефон, где вы можете записаться, обратиться к нам и за финмоделью, и за консультацией, и за сопровождением. Буду вам рада. Приходите, мы вас будем ждать. Лариса, уточню немножко. Из чата спрашивают 10 слотов. Это 10 консультаций. Они не на каждого же. Они, в принципе, 10. Кто первый успел? Я думаю, что да. Но я думаю, если вы обратитесь, вам в любом случае в помощи не откажут. Поэтому звоните. Но первым в 10, я думаю, быстрее вас просто запишут. Слоты ограничены. Финансовый директоров не столько времени, чтобы бесконечно консультировать. Поэтому, конечно, время ограничено. Если вы хотите быстро получить консультацию, то лучше позвонить пораньше и записаться, пока есть эти места. Потом, возможно, вас запишут, но вам ждать придется просто очень долго. Хорошо. Телефон есть, друзья, QR-код есть. Еще коллеги пишут про доступы к таблицам. Просьба еще раз проверить, можно ли там что-то скачать. У кого-то не получается. У кого-то, может быть, получается. Так, по барсетке шаблонов я точно знаю, что можно скачать. Они лежат через сайт, вы в них будете заходить, и там это уже все лежит. Люди пользуются, скачивают, никаких проблем нет. Оптимизацию я открыла. Вы все можете скачивать спокойно. Ну, собственно, вот. А все остальные шаблоны в барсетке лежат. Все, которые сегодня смотрели, в том числе и финмодели, платежные календари, бюджеты, и API. Все есть в барсетке, можете заходить, пользоваться. Окей, друзья, в чате у меня просьба. Те, кто нашел способ, где есть правильная ссылка, которая скачивается, поделитесь с друзьями. Мы не добрались до этого, чтобы быстрее все. Я посмотрю, как сохранить себе. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Я вижу, все, вот написала Наталья, что они открыть открыли, но не могут скачать. Сейчас, секундочку. Хорошо, этот момент мы проверим. Тогда договорились. Резентацию мы вам нададим. Лариса, огромное спасибо за структурную информацию, которая четко по полочкам. Я надеюсь, сейчас лучше уложилась у нас, у тех, кто слушает. Стало понятнее, как с финансами работать. Спасибо, да. Спасибо. Было очень приятно с вами поработать. Спасибо. Счастливо. Так, друзья. Ну, во-первых, давайте, как вы? Напишите в чат информация плотная. Информация про финансы. Должна устаканиться в голове. Так. Интересно. Да, да. Много информации. Круто. Очень я рад. Очень рад, что информация верная, информация заходит. И она действительно очень полезная. К работе с финансами сложно поступаться. Я знаю по окону многих компаний. Но необходимо это сделать, потому что это результат деятельности компании. И управлять финансами, конечно, нужно. Так. Мы анонсировали, друзья, что сегодня будет две части нашего вебинара. И во второй части мы посмотрим на процессы и посмотрим на то, как можно управлять процессами или оптимизировать расходы процессов внутри компании. Я покажу несколько инструментов Bittrex 24. Какие-то напрямую влияют на оптимизацию процессов. Какие-то может быть опосредованно. Но я объясню, каким образом можно выстраивать работу для того, чтобы работать быстрее, выдавать лучший результат в тот же промежуток времени. Или автоматизировать часть задач и делать их не людьми, платя им зарплату, а делать их алгоритмами. Итак, давайте пробежимся. Про что буду сегодня говорить я? Я буду говорить про четыре блока. Это команда. Как быть продуктивнее и быстрее. Это процессы. Что можно переложить на плечи автоматики и снять с человеческих плеч. Это рекламные каналы. Как понять, какой канал приносит тебе прибыль, приносит тебе реальные продажи. А в какой канал ты просто так отдаешь деньги, и они нужного эффекта там не имеют. И про работу с клиентами. Вот последний блог больше про CRM, но хотя все немножко касаются этого. Итак, поехали. Буду подсматривать тоже в чат. Коллеги подстрахуют меня по Bittrex 24 и на вопросы по ходу будут отвечать. Я тоже буду подсматривать, буду смотреть. Bittrex 24, как вы знаете, это комплекс инструментов, который работает и как CRM с клиентами для взаимодействия, и как площадка для работы всей команды компаний в удаленном формате, в офисном формате, в личном формате, поддерживает коммуникационную структуру. Это и площадка, которая обеспечивает вам работу с задачами. Вот сейчас я несколько моментов покажу прямо по интерфейсам. Значит, вот тот самый слайд, на котором нарисовано много-много блоков, которые Bittrex 24 закрывает. Мы по всем проходить не будем. Это, кстати, блоки, которые организуют работу компаний. Что это такое, я просто несколько слайдов покажу и прокомментирую. Единый чат и видеосвязь. Все понимают, что в чатах мы работаем достаточно быстро, и видеосвязь необходима, в особенности, если мы друг друга долго не видим. Если мы сейчас распределились по разным точкам, по разным географическим точкам, или даже мы находимся в одном городе, в нескольких разных кабинетах в одном офисе, тем не менее мы рекомендуем все-таки использовать инструменты чата и видеосвязи. Я думаю, что вы это делаете. И наша рекомендация здесь тогда следующая. Эти инструменты должны быть корпоративными. Если мы доверяем команде распределиться самостоятельно по разным чатам, то все выбирают, во-первых, разные чаты и разные платформы. Очень сложно собрать потом эту информацию и сказать, где что я кому пообещал и в каком чате с кем договорился. Во-вторых, есть, конечно, казусы с тем, что когда человек уходит из компании, никто не администрирует эти чаты для того, чтобы его исключить. Есть кейсы, когда человек ушел из компании и читает в следующий год переписку топов по стратегии, находясь в конкурирующей компании, ну и так далее. Единый чат и видеосвязь должны быть корпоративными и должны активно использоваться. Видеосвязь в обязательном порядке. Опять же, если говорить уже так по опыту, то мы всегда рекомендуем включать камеры. Это сильно повышает включенность в обсуждение, в совещание и понимание, в каком человек настроении находится, как общается. Живая лента, то, что находится внутри портала, помогает сохранить ощущение в компании, если вы вместе в одном помещении не находитесь. Про что я говорю? Я говорю про атмосферу. Сейчас это особенно важно. Про информацию. Как чувствует себя компания, какие планы у нее, как мы входим в 2023, о чем мы думаем, что держим в фокусе внимания. Об этом необходимо, нужно говорить с компанией. Как компанией с сотрудниками, организацией с сотрудниками, так и наоборот, возвращать обратную связь от сотрудников к компании, как чувствует себя конкретный сотрудник или группа сотрудников отдела. Эту коммуникацию необходимо поддерживать. Если вы приходите в компанию в удаленном формате, или если вас просто много, очень полезно, конечно, посмотреть на структуру. Почему я все это говорю в плане оптимизации? Потому что это ускоряет коммуникацию рабочую. Если я понимаю, с кем я разговариваю, я делаю это быстрее. Если я вижу на том конце человека, у которого в профиле написано, что он тоже катается на лыжах, и я тут экспериментирую с лыжами, вот у нас тема для разговора, и сотрудничество получается плотнее. Вопросы мы лучше решаем. В профиле сотрудника, я уже говорил, всю эту информацию можно найти. Лучше всего планировать через календари, если у вас большое количество встреч, если маленькое, точно так же. Мы не дергаем сотрудника и не дергаем коллегу, когда у тебя есть время поставить встречу. Заходим в календарь, выставляем встречу, пишем повестку на встречу, и делаем это экологично, что тоже ускоряет все процессы. Работаем с документами, естественно, из общего хранилища. Здесь, наверное, не буду сильно комментировать. Все привыкли к общему хранилищу. Оно, опять же, должно быть корпоративным по тем же самым причинам, про которые мы говорили. Редактировать документы лучше сообща, лучше вместе в едином портале. То та же самая логика, дополнительно еще не платя за программное обеспечение, которое позволяет совместный доступ организовать к вашим документам. Про рабочие группы. Это возможность работать быстрее, находясь в разных, повторюсь, географических точках. Мы собираем команду, которая аккумулирует весь свой опыт и может идеи от одного сотрудника, от другого сотрудника вместе собрать и оставить их внутри компании. Это намного ускоряет рабочий процесс, когда вы подключаетесь в существующую рабочую группу. Я пришел в новый проект, или я новый сотрудник пришел в компанию. Я быстро понял информацию, быстро все прочитал, погрузился и намного быстрее начал давать обратный эффект. Тот самый эффект, который от меня ждали. Про рабочие отчеты. Очень простой инструмент, но очень классно работает. В особенности, когда вы... Я все время оперирую сегодня, что мы можем не видеть своих коллег, потому что проводили статистику. Компании собирались переходить в гибридный формат еще до того, как 22-й год расставил какие-то коррективы. И сейчас большинство компаний, которые имели возможность не ходить вживую к клиенту, к оборудованию, они распределились кто-то дома, кто-то в разных офисах, кто-то не каждый день в офис ходит. Поэтому я так часто про это говорю. Рабочий отчет позволяет понять, что вы сделали за прошедшее время, что вы собираетесь делать на будущее. Скажем, если это еженедельный отчет, то прошедшая неделя – будущая неделя. Это дает понимание самому человеку, чем он занимался, и его руководителю, чем сотрудник занимался. Очень рекомендую. Полезная история. Конечно, все данные, которые мы в процессе работы накапливаем, мы не просто накапливаем в голове у какого-то конкретного человека, иначе это его ценности, его данные. Мы накапливаем в базе знаний. Внутри BITREX24 есть такой инструмент – база знаний. Она может быть по разным тематикам. База знаний общая – как мы живем в компании, как мы общаемся, какой у нас там дресс-код, какие ценности компании. Это может быть база знаний по производству, по маркетингу, по разным отделам, по разным группам. Или база знаний по конкретному проекту. Мы туда собираем информацию для того, чтобы быстрее погрузиться. Тоже инструмент хороший. Пользуйтесь, пожалуйста. Еще один большой классный инструмент для того, чтобы совместную работу организовать и ускорить. Мы про оптимизацию и ускорение. Это задачи, когда мы можем расставить любое поручение, любую задачу сотруднику компании, и быть там в какой-то роли, в роли наблюдателя, из-за исполнителя, в роли постановщика. Разные методики внутри BITREX24 есть. Мы визуально представляем это и как канбан, и как диаграмму ганта, и как обычный проект с списочным задачам, как удобнее организовать процесс. Вот мы на марафоне уже делились вчера опытом коллег из CETTERS. Они большое количество проектов делают и работают и со списками, и с канбаном. Выбрали свою методику, рекомендации. Если интересно, пересмотрите, коллеги прямо делились, как они это используют у себя. Еще одна история про ускорение. Это Scrum. Внутри BITREX24 есть методология Framework Scrum, когда вы на agile техниках, на agile методологии, то есть на такой достаточно короткой, быстрой итерации, которая есть у вас. Две недели это спринт считается. Классический вы можете регулировать его, но по классике двухнедельный спринт чаще всего встречается. Вы каждый день встречаетесь утром на 15 минут условные. И в чем прелесть методики? В том, что вы каждый день понимаете статус процесса. Что вас тормозит? Можете быстро это исправить. И сразу же понимаете, где у вас что-то не получается или наоборот получается. Тоже очень много положительных отзывов по переходу на этот фреймворк, на эту методологию, когда ускоряется каждая команда, которая перешла сюда. Начинать не обязательно со всей компании. Можно собраться одним коллективом, одним проектом или одной командой, и потом, поняв, что есть эффект, транслировать это на всех остальных коллегах. Можно параллельно вести в разных методологиях проекта. Работать с этим просто. Я, наверное, не буду детально рассказывать, как. Можно посмотреть в Bittrex24. Или коллеги расскажут, когда будете общаться с нашими партнерами. Попросите показать такое короткое демо. Коллеги с удовольствием покажут, как работать с задачами. Там много пунктов полезных, хороших, разных ролей, которые обязательно должны присутствовать внутри. И, наверное, тут скажу про игру со счетчиками. Это такая игра, которая нас приучила еще электронная почта много-много лет назад. Когда мы видим кружок с красным счетчиком, 24 письма, которые есть у нас в инбоксе, это побуждает нас сразу же идти туда. Теперь смартфон укоренил эту привычку. Как только мы видим счетчик, мы сразу же переходим туда. Здесь тот же самый принцип. Мы подхватываем этот эффект, этот рефлекс уже, который у человека выработался, и перекладываем его на CRM, на задачи. Такая игра со счетчиками, которая позволяет фокус внимания перевести в ту задачу или в тот счетчик, который прямо сейчас горит. Эффективность. Тоже очень маленькая такая фишка, но которая может работать. Это очень простой алгоритм, который показывает эффективность человека. Принцип такой. У вас есть 10 задач. Вы без нарушений сроков и оценок решили хорошо, правильно, 8 из них. Ваша эффективность 80%. Стоит за этой эффективностью немножко последить и сказать, что не стоит ей опускаться ниже 80, как автоматически все сразу сроки начинают соблюдать лучше. Вот такой эффект можете понаблюдать у себя. У нас точно есть. Я и на себе видел, и на компаниях разных тоже наблюдал. Так, про оптимизацию продаж. Наверное, это то, что понятнее всего и быстрее всего выражается в деньгах. То есть напрямую мы что-то оптимизировали, и получили сразу же прибыль относительно предыдущих периодов. Year to year, месяц к месяцу. То, про что я сейчас говорил, это процессная история. Она однозначно влияет на скорость, однозначно влияет на результат, но вот четко посчитать, как это, намного сложнее. Значит, в продажах проще. Что мы считаем в продажах? Конечно, каналы коммуникации. Много раз про это говорили. Повторюсь, нельзя выпускать ни один лид, ни одно входящее обращение, которое есть у нас в любом канале. CRM позволяет это делать. Вы настраиваете все каналы, считаете, сколько у вас пришло обращений, ответили ли вы точно на каждое из них, вовремя ли вы ответили, ну и так далее. Потом вы работаете с базой. Вы сегментируете базу по разным критериям, и, конечно, приходите к этой базе с разными тезисами, с разными предложениями. Вот сейчас пора новогодних предложений, потом будет пора январских предложений, пора весенних предложений, летних и так далее. Каждый раз время каких-то интересных предложений, которые вы можете адресовать своей аудитории целевой, если вы понимаете, как ее поделить. Обязательно сегментируйте аудиторию и работайте не единой рассылкой. Всем все. Работайте целевым образом. Вам, потому что вы приобрели у нас товар, мы предлагаем это. Вам, потому что вы живете в Йошкар-Алы, мы предлагаем это и так далее. сегментируйте и работайте с базой. База в сложные времена, когда количество рекламных каналов сокращается и доступ к этим новым лидам дорожает каждый раз. База своя, очень большое подспорье. Не забывайте формировать ее и работать с ней, прямо планировать. Мы сейчас говорим про планирование. В декабре такой месяц как раз. Планируйте изначально работу с собственной базой. Если она маленькая, наращивайте эту базу. Если она существенная, уже корректно строить работу системно по ней. Про стадию воронку Геворелли можно использовать в этом сегментировании даже тех клиентов, которые начинали работу с вами, но почему-то не завершили ее успешно для вас. Сделки не было, но они у вас есть в базе, и вы можете выбрать всех, кто начинал с вами общение, но не завершил его по какой-то причине, скажем, отложил проект и поработать с ними детальнее. Сегменты могут быть статические, могут быть динамические. Статика – это я живу в каком-то городе, или я принадлежу к какой-то отрасли, как компания. Динамика – то, что постоянно меняется. Когда я совершил покупку у вас, например, или когда у меня какая-то дата назревает в какой-то месяц. Эти сегменты можно друг с другом совмещать. Например, все мужчины, которые совершали покупки в ноябре месяца, и которые живут, например, в Санкт-Петербурге. Вот я выделил два статических сегмента – мужчины, город, и один динамический, совместил их, получил выборку, с ней могу работать. Пожалуйста, все это очень доступно. Очень настоятельно прям рекомендую строить повторные продажи. Если вдруг вы понимаете, что большая часть ваших продаж не повторные, а это первая продажа, и больше вы с клиентом не работаете, пересмотрите номенклатуру. У вас должны быть пункты, которые вы предлагаете клиентам купить еще. То есть клиент должен к вам возвращаться либо за тем же самым продуктом, вы продаете абонентское обслуживание, он к вам приходит каждый месяц, либо вы говорите, у нас есть условно автомобиль, а к автомобилю есть вот одно, второе, третье, семнадцатое. Чтобы вы не единственный раз привлекали клиента, и вам нужно будет привлекать нового, а каждый раз могли, каждый месяц или каждый год могли с этим клиентом взаимодействовать, совершать повторную продажу. Здесь есть типология повторных продаж, она не исчерпывающая, конечно, но посмотрите на нее, если вы будете строить такую работу, что у вас присутствует, что вам можно усилить. Регулярная продажа, это вот абонентское обслуживание, подписки, страховки, технотехническое обслуживание, все, что нужно регулярно по разным регламентам. Периодически, например, телефон, обувь, автомобиль, костюм, что-то еще. Что я меняю с какой-то периодичностью, раз в год, раз в три года, раз в пять лет, тем не менее, учитывать это нужно. Праздники, сезонные, просезонные, я думаю, что сейчас все участвуют в этой гонке волшебной. Кросс-продажи, когда вы продаете что-то рядом, да, вот про автомобили я привожу примеры, есть продажа машины, есть продажа технического обслуживания, пожалуйста, это кросс-продажа. Повышение в категории, у вас есть тарифы, у вас есть карточка, у вас есть техника, кто-то взял себе лыжи на этот сезон более профессионального уровня, учитывайте это, предложите всем, кто в прошлом году покупал лыжи среднего уровня, сделать апгрейд, потому что они, скорее всего, за год уж научились кататься получше, ну, или сделать им такой комплимент, что они, скорее всего, научились. Про вторую попытку тоже говорили, ну, и ваш вариант я здесь писал, потому что сценариев на самом деле много. Посмотрите на них, можно будет детально посмотреть на этот слайд и посмотреть, что у вас работает, а что может работать еще лучше. Так, про автоматизацию. Это бездна, огромная история, которую лучше всего, опять же, повторяюсь, обсудить с нашими партнерами, потому что я сейчас направление покажу, что можно автоматизировать, переложить на плечи автоматики. Но партнеры конкретно по вашему бизнесу, партнеры Bitrix24, смогут уже проконсультировать по вашему случаю. В вашем случае начать лучше вот с этого процесса, например. Так, наверное, пару слайдов я пропущу, потому что партнеры расскажут лучше. И так, давайте. Про цепочки продаж, про воронки, про автоматические продажи, про повышение в категории. Все это работает, всему есть инструменты внутри Bitrix24. Слайды обязательно оставлю, вижу комментарии. Друзья, да, я всю презентацию и видео, конечно же, передам сегодня. Сейчас, чтобы не вылезать за тайминг, я чуть ускоряюсь. И часть работы, которую должен был сегодня в эфире провести, я перекладываю на партнеров. Назовем это делегированием. Давайте вот так. Значит, это автоматика, роботы и триггеры, смарт-процессы. Есть внутри Bitrix24 разные инструменты. Если я вам вслух их сейчас перечислять буду, наверное, они не останутся так в голове, не будет понимания точного, что они делают. Поэтому лучше, конечно, поговорить с партнерами и понять, как эти инструменты работают на сезонной продаже, на повторную попытку. Ну вот, например, как сезонные продажи автоматизировать в Bitrix24. У нас есть CRM-маркетинг и к сезону. Вот сейчас сезон, например, горнолыжный. Я не очень катаюсь, поэтому не понимаю, он начался уже или только сейчас подбирается к своему пику. Но я думаю, что на январские праздники кто-то поедет кататься. Вот к этому моменту, наверное, можно выбрать сегмент людей, которые у вас с признаком лыжник стоят в базе и сделать по ним рассылку, например, или SMS-рассылку, или e-mail, или еще каким-то каналом про взаимодействие с аудиторией и предложить им снаряжение или сами лыжи. Есть инструмент генератор продаж. Когда мы в B2B чаще всего используем его, мы говорим, вот аудитория, и передаем ее нашему менеджеру. Вот с этими 500, например, клиентами тебе нужно пообщаться в ближайшие два месяца. Пожалуйста, поставь их себе в план и каждый день обзванивай определенное количество. 500 на одного человека некорректно, если быть честным. Да, если мы как роп-ропу разговариваем, но там 50-100 в месяц человеку совершенно спокойно можно отдавать в параллель основной работе. Еще немножко про автоматизацию процессов. Есть такая история у нас, которая называется смарт-процессы. Вот все, что я перечислял до этого, относилось в большей степени к продажам. Когда мы процесс продаж автоматизируем, смарт-процессы автоматизируют другие, или в том числе и продажи, но и другие процессы в компании, которые протекают. Например, согласование договора автоматизируется по смарт-процессу. Выдача техники, которая есть, автоматизируется по смарт-процессу. Зачем это необходимо? Затем, чтобы мы не теряли нашу заявку или процесс, который есть, и затем, чтобы это было наглядно представлено. Где находятся, я отправил на согласование пять договоров. Где они находятся? Каждый на какой-то стадии, у него есть ответственные, я могу посмотреть, где этот процесс есть, и подвинуть его, если необходимо, таким пингом к юристам, например. Ребята, посмотрите, пожалуйста, вот здесь срок рассмотрения. Три дня должен быть, а уже четвертый. Давайте что-нибудь придумаем. Смарт-процессы очень здорово подходят для автоматизации очень многих вещей внутри компании, которые не связаны с продажами. Здесь еще раз такой акцент делаю. Почему мы об этом говорим в презентации? Потому что они ускоряют, например, процесс получения справки по 2НДФЛ-запросу с 10 дней до 2 дней. А вообще можно автоматизированно такое сделать. То есть очень многие вещи сильно сокращаются во времени. Повторюсь, если мы особенно в разных точках, и у нас нельзя собраться около кулера, или нельзя положить документ на подпись своему руководителю, и он в конце рабочего дня подпишет его ручкой. Нет, можно использовать либо электронные подписи, если это юридически значимый документ, либо мы говорим, что для нас внутри компании достаточно процесса, который пробегает по всем участникам. Вы же авторизованы на портале. Поэтому это считается достаточным для того, чтобы согласовать, например, договор. Сложные маршруты, визуальный редактор. Есть внутри бизнес-процессы, которые тоже используются. Сейчас не буду загромождать разницей между смарт-процессами и бизнес-процессами. Коллеги подскажут, если будет такая задачка. Обещал рассказать про оптимизацию рекламных каналов, для того, чтобы мы понимали, реклама в каком канале или в какой рекламной кампании дает нам больше эффекта продажи. Чаще всего маркетинг очень хорошо знает стоимость заявки или стоимость обращения, которые мы в каких-то каналах генерим. В таком случае мы говорим, заявка стоит 400 рублей, например. Но маркетинг не может ответить на вопрос, вот эти 10 заявок по 400 рублей, которые он привел в отдел продаж, сработали на продажу, завершились продажей. CRM-система знает такой ответ, поэтому внутри VITREX 24 есть сквозная аналитика. Вы подключаете рекламные каналы и смотрите, какие каналы для вас эффективны. Работает ВКонтакте? Очень здорово. Лучше, чем ВКонтакте работает другая площадка, еще лучше, значит, бюджет нужно перераспределить туда. И таким образом мы видим очень четкую картинку и можем не на ощущениях, наверное, туда нам нужно идти, а совершенно на цифрах сказать, здесь мы увеличиваем рекламный бюджет, здесь сокращаем, а здесь мы корректируемся. Ну, не та рекламная кампания, видимо, не цепляет. Так, смотрите, я успел на вопросы. Значит, вижу вопросы в чате. Так, 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 вопросы в чате тоже организационные. Ну, давайте я еще раз пробегусь по организационным вопросам. Мы, друзья, все материалы, которые сегодня вы в вебинаре видели, отдадим вам. Так, давайте я, знаете, что сделаю? Я переключусь на вот такой вот вид уже, потому что презентация нам больше не понадобится. И мы с вами в завершении, в финальной части. Что такое финальная часть? У нас весь марафон, который мы две недели последние с вами вместе были, я думаю, что мы не первый раз видимся, завершился. Мы взяли несколько интересных тем, мы прошлись по ними с классными экспертами. Я думаю, что прямо сейчас у многих из вас есть внутренние цели, можете называть это инсайтами, можете там галочками, задачками называть. Что вы поменяете у себя в компании в ближайшее время? Декабрь – такое время, когда мы планируем следующий год. Как бы сейчас загадочно это ни звучало, мы все равно планируем следующий год. Мы готовы к корректировкам. Я думаю, что все уже привыкли, что корректировки могут быть в любой момент, но тем не менее план все равно есть. Пересмотрите, пожалуйста, те материалы, которые были у вас. Они все пришли на почту. Эти материалы точно так же придут на почту. Поговорите внутри компании, что отзывается. Если вы смотрели не одни компании, а были несколько человек, поговорите, что у кого отзывается, кто какую часть готов взять на себя. Поговорите с нашими партнерами. Вообще сейчас такая суматоха будет декабрьская. Мы закрываем год, у нас праздники, мы с подарками. Много-много всего, много всяких деталей. Поэтому, скорее всего, партнеры, которые помогали вам в чате все это время, придут к вам уже в январе, в новом году, и спросят. Друзья, расскажите, что вы надумали на основании того марафона, какие изменения у вас будут в этом году, и с какими изменениями вам нужно помочь. Но если вам декабрь целый и часть января ждать не хочется, так бывает, вы человек действия, или вы компания деятельная, вы сразу же заполняете форму, и партнеры придут к вам намного быстрее. Тут такая зависимость. Если вы готовы подождать, подождите. Если не готовы, заполняйте форму, коллеги вернутся. Я хочу завершить сегодняшний марафон, двухнедельный марафон. Сказать вам большое спасибо. Самое главное, что из этого марафона должно быть, это должна быть какая-то мысль, одна или несколько мыслей, что вы принесете в новом году в свою компанию. И энергия, которая внутри, должна родиться. Мы этой энергией стараемся вам передать. Спикеры передают, мы передаем, и мы очень надеемся, что инструменты Bitrix24, мысли, инсайты, которые были на этом марафоне, помогут вам стать стабильнее, лучше, богаче. Те слова, которые вы искали, приходя на марафон. Друзья, большое спасибо. До новых встреч. Счастливо.